Я люблю прогуливаться вдоль канала, особенно в хорошую погоду, когда кузнечики и бабочки стрекочут и летают. И у нас здесь очень разнообразная красивая природа. И я прохожу так 10 километров примерно туда и обратно. Но однажды я прошла подальше и была вознаграждена тем, что я увидела на противоположном берегу маленький, очень симпатичный замок. Я была этому очень рада и начала о нем мечтать. Я рассказала о нем Рику и мы поехали его посмотреть. Чудесным совпадением было то, что в этот день в нем проходила выставка художников. Первый раз. И таким образом мы побывали внутри замка, а также погуляли по его парку. Экспонатами выставки были совершенно необычные предметы современного искусства. Они были созданы из подручного материала. Хотя я сама не очень люблю вид такого искусства. Ну что значит люблю, не люблю? Это такой полет творческой фантазии. Это просто удивительно. Как можно совмещать несовместимое? Как можно догадаться до такого, чтобы совместить несовместимое? Я тут снимаю все подряд и фильм выложила именно таким же образом. Как я все видела, так я и выкладываю постепенно. Мы проходим с одного уровня на другой по винтажной лестнице, оставляя приватную часть для хозяев. Все остальные уголки и стены заполнены экспонатами. Здесь свои работы выставили не только хозяева этого замка, но и их друзья, их соратники, единомышленники. Некоторые экспонаты настолько, что не хочется их комментировать. Рик посмотрел их сайт, и он сказал, что эти люди провозглашают свободу. Свободу во всем. Этому посвящен контент их сайта «Свобода». Меня это не заинтересовало, поэтому я и сайт не смотрела. У меня была цель проникнуть внутрь этого замка, посмотреть, что это за замок, потому что уж слишком много я о нем надумала. И все-таки некоторые экспонаты были довольно-таки приятными и романтичными. Мне очень понравились вот такие комнатки, дома в срезе. Очень похожи на театральные декорации. В оперных театрах у нас в России я видела такие. А здесь в Бельгии есть даже магазины, где продаются специально все вещи для таких домов в срезе. И даже дома продаются. И ты туда заглядываешь, и там все-все по-настоящему. И вот цены, пожалуйста, 500 евро за такую комнатку. Конечно, любопытно, интересно посмотреть все. Но только один раз. Второй раз я бы не пошла, не стала бы подниматься по этой винтажной лестнице. Тем более, что внутри замок, он не отремонтирован. И даже стоят открытые потолки, стоят открытые. Но надеюсь, что крыша у них починена и что их не заливает. Но, в общем-то, замок очень сложно содержать, конечно. За него и очень высокую ренту надо платить. Дорогое удовольствие содержать замок. Даже очень богатым людям, баронам, принцам и принцессам, очень дорого содержать замки. Даже они иногда отказываются от наследства. И эти замки переходят в управление местной властью. Когда-то хозяином этого замка был владелец джутовой фабрики. Джут – это такое натуральное волокно, из которого... А в России у нас называется, по-моему, мешковина. Да, и из этого джута делались мешки для овощей в основном. А сейчас это очень модный материал. Он используется везде. А три года назад эти художники купили замок. Ну, видимо, они сами не знают, что с ним делать, как его содержать, где взять средства на содержание. Зимой очень холодно. И поэтому они занимают только один этаж. Между самым верхним этажом и самым нижним занимают самый теплый этаж, чтобы как-то его отопить. Остальное не отапливается. И даже не утепляется. И вот, спустившись из башенки замка до самого низу, мы вышли в парк. Сейчас гуляем по его аллее, просматривая все остальные экспонаты. Эти экспонаты на улице смотрятся лучше, потому что больше освещения. Знаете, что это такое? Это домик для пчёл. Рик всё трогает, простукивает, просматривает. А я касаюсь только камерой. Это вот человеческая фигура. Сверху портмоне, кошелёк. А здесь деревянная такая булка и тоненькие ножки. Ну, в общем, довольно интересно рассматривать. Особенно, наверное, тем, кто любит всякие загадки, шарахты. Это, наверное, было бы очень интересно таким посмотреть на экспонаты, на выставку. Это кто? Собачка. Птичка. А здесь орущий человек или смеющийся. Зубами, с языком. Это, кажется, белочка. Парк небольшой, но очень густой и старые, огромные деревья. Вот такие чудные барашки. Из чего это они сделаны? Из фляжки. Какие-то кузнечики, человечики. И чего тут только нет. Саваи или филин. В общем, если ты не знаешь и гуляешь просто так, то можно напугаться вечером. Три кузины. Работа со стеклом. Вот такой глаз. Прозрачный на свет. А из грелки и пар вилок получился такой вот краб. И вдруг мы вышли к небольшому пруду со звенящим водопадом. Был очень сильный ветер и не хотелось выходить из-под укрытия деревьев этого замечательного парка. Но нас пригласили к столу, вернее, к бару. Подавались напитки, стояли стулья. Кресла и столики. Можно было переписать некоторые адреса, чтобы продолжить знакомство на сайте. Погода начала явно портиться. Вдруг неожиданно потемнело. и мы подумали, что а не пора ли нам пойти домой. Зажглись лампочки во дворе. Еще раз посмотрели на этот костел, на замок. Поблагодарили хозяев и попрощались. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова